Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 24 апреля 2020 года, и у нас в городе продолжается небольшой рост заболевших коронавирусной инфекцией, и на сегодняшнее утро мы с вами имеем 31 больного. Сразу хочу сказать, что по ошибке наших сотрудников сегодня рано утром ушла неверная информация во все городские средства массовой информации. Передали неправильную цифру в 34 человека. Это не соответствует действительности. У нас на сегодняшний день 31 больной. По сравнению со вчерашним днем добавился еще один больной. Это человек, который был в контакте с заболевшим накануне. Мы сейчас эту цепочку начинаем раскручивать. Полагаю, что среди контактных могут появиться еще люди заболевшие. Сейчас этому удивляет очень много времени и сил, и уделят и наши медицинские работники, и работодатели этих сотрудников. И мы, естественно, приложим все силы, и уже городской штаб тоже включился в эту работу, потому что нас это беспокоит. Я думаю, что у нас это одна из цепочек сейчас невыясненная. А дело в том, что люди, несмотря на то, что они выполняют ответственную и важную работу и выполняют ее с использованием средств индивидуальной защиты, вне работы, между собой связываются, общаются, вместе были на похоронах, вместе участвовали в поминках, в том числе предстоят сегодня одни похороны. Мы переспокоимся за этих людей, мы обязательно всех их возьмем под контроль. И более того, оказалось, что и во время работы, вне своих обязательных служебных мероприятий, люди пьют чай, контактируют на достаточно близком расстоянии. И могли друг друга заразить. Вот одна из этих цепочек нас сегодня волнует, и как раз она может нам дать еще новых больных. Итак, 31 больной на сегодня. Из этих людей, из 31 человека, госпитализировано 12 человек. То есть в больнице лечится 12 человек, и из них 10 человек средней степени тяжести. Что такое средняя степень тяжести? Это значит лица, у кого начала развиваться или уже развелась пневмония коронавирусной природы. Конечно, такие люди под особым наблюдением, поэтому они все госпитализированы. Еще раз повторюсь, тяжелых форм пока нет, но они под наблюдением. И они, конечно, все ждут, что когда же первые больные вылечатся. Прошло, мол, уже 14 дней. 14 дней – это время инкубационного периода. Время от момента заражения до момента, когда начинают проявляться клинические симптомы. Или выделяться вирус при бессимптомном течении заболевания. Но если уже у больного начинает развиваться средняя тяжесть заболевания, развивается пневмония, то лечится она, конечно, не 14 дней. И мы не увидим с вами такого быстрого восстановления и выписки больных из стационара с условием, что они лежат с пневмониями, с воспалениями легких, по-русски говоря. При этом очень много вопросов. А что значит с пневмониями? Они на искусственной вентиляции легких. Они, значит, самые страшные картины рисуют в своих мыслях наши горожане. На самом деле все не так страшно. На сегодняшний день на искусственной вентиляции легких никого нет. И искусственную вентиляцию легких как раз требуют уже пациенты с тяжелой формой. Еще раз повторюсь, тяжелых форм нет. Один из госпитализированных и все остальные, которые находятся на домашнем лечении, это легкая форма. Легкая форма, проще говоря, это обычные симптомы острого респираторного вирусного заболевания. Вот что такое обычная легкая форма коронавирусной инфекции. И сегодня у нас очень большая и радостная новость. У нас есть первый выздоровевший от коронавирусной инфекции. Это женщина, которая заболела, перенесла заболевание в легкой форме, была обследована. У нее дважды отрицательный лабораторный анализ на коронавирус. И с ней вместе на карантине сидел ее муж. И никто больше не заболел, никого они не заразили. И у нас этот очаг на сегодняшний день, а вместе с ним и адрес по московской 19 закрыт. Для нас это огромная для всех радость. Есть первый выздоровевший. И есть прекрасный пример, как нужно перенести это заболевание, как вести себя контактному с больным человеком лицу, чтобы не заболеть самим, чтобы не передать это заболевание следующим, вылечиться и показать всем, что не так страшен черт, как его молюют. Хочу сказать, что среди 31 больных, ну а сегодня одного выпишут, значит, останется 30 на сегодняшний день к обеду, есть двое детей. Есть вопросы о том, как болеют детки. Дети на сегодняшний день болеют с температурой, тоже со всеми симптомами острого респираторного заболевания. Деток всегда жалко. Мы по-прежнему говорим, что это легкая форма, хотя понятно, что даже с легкой формой нам всегда детей жалко. На сегодняшний день они госпитализации не требуют, но тем не менее под постоянным наблюдением педиатров находятся. Я думаю, что будет правильно в таких случаях исключительно ориентироваться на решение врачей, лечащих каждого из этих пациентов. Вот как они считают нужным, так и нужно поступать. Значит, если нужно госпитализироваться, значит, вовремя послушаться и перейти на условия больницы. Если потребуются еще какие-то методы лечения, значит, нужно и их выполнить. Это то, что касается больных. Теперь тот, кто остался у нас под наблюдением. На сегодняшний день эта цифра не изменилась. Это 81 человек. При этом это не совсем те же люди. У нас есть люди, снятые с наблюдения, то есть с карантина. И есть вновь появившиеся в связи с новыми больными. Это лица контактные с новыми больными. Но при этом общее число контактных на сегодня не изменилось. 81 человек. У них есть постановление. О том, что они должны соблюдать карантин, оставаться дома и проводить лабораторные исследования. В целом и в общем я хочу сказать, что эта группа лиц тоже очень хорошо понимает, как они должны себя вести и какие меры профилактики соблюдать. Но меня удивила вчера новая ситуация. Я очень много видела людей, которые не болеют, не имеют никаких симптомов, никуда не ездили, ни с кем больным не контактировали. И в то же время говорят, ну возьмите у меня анализ, ну проверьте меня. Я же все-таки хожу на работу, вдруг я кого-то заражу. Мне эта ситуация понятна, хотя я считаю, что таким людям не нужно делать анализы. А вчера я столкнулась с совершенно другой ситуацией, когда женщина болеет, когда у нее есть симптомы заболевания, когда у нее есть опасность, когда она находится в группе риска, и она категорически отказывается выполнить анализ на коронавирус. А всего-то навсего нужно дать возможность взять мазочек из носа и из рта. Мне эта ситуация непонятна. Мы использовали все наши возможности и силы, и фактически силой заставили женщину сдать этот анализ. Я считаю, что в этой ситуации, когда один больной может вокруг себя заразить 10 человек, лучше перестраховаться и больному человеку такой анализ взять. Это я вам для примера того, как разные люди относятся к ситуации, как в одном случае заболевшая женщина и живущий с ней рядом контактный муж никому не передали заболевание и выздоровели. И в других случаях, когда мы забываем о том, что мы можем быть источниками, когда мы продолжаем активную жизнь с гостями, с чаями, с всевозможными общениями. Хочу сказать, что в череде этих расследований меня еще насторожило то, что часть заражений могла произойти именно на похоронах и поминках. Мы большое внимание уделим этому, начали уже уделять со вчерашнего дня, и сегодня мы эту работу продолжим. И хочу довести до сведения всех наших жителей, что по-прежнему есть ограничения. И они такого рода. Когда идет прощание с покойным, мы так же, как и в других местах, несмотря на то, что это событие очень печальное, но мы так же, как и в магазинах, и в других наших местах, и на работе, соблюдаем социальную дистанцию, не толпимся. А когда мы едем на похороны, уже на кладбище, то там у нас ограничения, как для любых массовых мероприятий, не более десяти человек. Нужно с пониманием отнестись к этому и по возможности не создавать таких возможностей для того, чтобы заразиться самим или заразить кого-то. Но и то, что касается поминок, продолжения нашего христианского обряда, прощания и добрых слов о покойном, поминания его, тоже важно помнить, что там, где мы собираемся, нужно соблюдать социальную дистанцию. Нельзя обниматься, целоваться, передавать друг другу какие-то вещи. Нужно все это тоже тщательно соблюдать. Ну и, на мой взгляд, совершенно правильным будет помянуть человека, не собравших всем вместе в одной квартире, а разойдясь каждому по своим домам, помянуть, вспомнить добрым словом и теми той едой, пищей, которую мы считаем для помина в данный момент уместной. Еще у нас есть, и вчера были, и сегодня продолжает поступать ряд вопросов по поводу карантинных домов, карантинных подъездов. Я напоминаю уже в который раз, что у нас один-единственный был карантинный подъезд. Это первый подъезд дома Шверника, 45. И на сегодняшний день я констатирую, что практически все, кто сидит там сейчас на карантине, уже дважды обследованы. Дважды они показали свои отрицательные результаты на коронавирус. И я полагаю, что мы дождемся все-таки 14 дней, когда могут проявиться первые симптомы. Это будет в воскресенье, послезавтра. И тогда, в понедельник, мы смело скажем, что этот подъезд у нас перестал быть карантинным, и все люди не заболели в нем. Но остались квартиры, где болеют. У нас есть дома, в домах квартиры, где у нас в легкой форме лечатся больные. Но это не значит, что эти дома или подъезды являются карантинными. У нас есть адреса, где живут лица контактные с больными, здоровые, но сидящие тоже на изоляции. И такие дома и подъезды тоже не являются карантинными. Я думаю, что вот эта фраза и это понимание о карантинных домах и карантинных подъездах пошла в городе из-за того, что ряд работодателей имеют возможность не приглашать пока на работу и оставить на дому тех лиц, кто живет в этих домах. На всякий случай. Ну, с тем, чтобы подуть еще и на холодную воду. И они имеют на это право, они вправе предусмотреть все меры, в том числе те, которые не предусмотрены законом. Может быть, они сверхисчерпывающих, но они имеют это право сказать, что уважаемый Иванов Геннадий Васильевич, это условное имя, не приходи завтра на работу, я опасаюсь, побудь дома. И в этом случае я еще раз хочу подчеркнуть, что эти дома не являются карантинными, подъезды не являются карантинными. И у нас на сегодняшний день все подъезды, где есть либо больные, либо лица на карантине контактные, убираются не работниками жрепов или других управляющих компаний, а они убираются и проводится дезинфекция специализированными организациями. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что подъезды карантинными не являются. Ну и еще хотела бы сказать, что, конечно, понятна забота людей о тех, кто находится на госпитализации, о их состоянии, но это все-таки больше вопросы к медикам. А вот для нас с вами, для большинства, живущих в городе, сейчас главная задача по-прежнему продолжать изоляцию и по-прежнему соблюдать меры профилактики. Нас ждут впереди выходные дни. У нас по-прежнему при наличии всех мер профилактики не запрещены поездки на наши дачи. Но помните, пожалуйста, что абсолютно все уже территории, окружающие нас, так же, как и мы с вами здесь, в городе Сарове, это неблагополучная территория. Значит, старайтесь как можно меньше контактировать с населением, как минимизировать выходы в магазины, любые другие. Места, где вы могли бы встретиться с другими людьми, живущими, отдыхающими там или еще как-то иначе приехавшими. Очень многие еще, последний вопрос озвучу, обращаются ко мне. А если все-таки мы вынуждены были посетить Нижний Новгород для того, чтобы получить медицинскую помощь в том или ином учреждении, а если мы вынуждены были по каким-то еще делам побывать в таких-то, в таких-то, в таких-то городах, они все типичные, это вопросы, только разные называются населенные пункты и разные причины, почему люди там вынуждены были побывать. Значит, я вам хочу сказать так, как это написано во всех нормативно-правовых актах и в первую очередь в указе губернатора. Если вы его внимательно прочтете, то поймете, что да, вернувших из неблагополучных районов, мы должны сесть на 14-дневный карантин. Но там же написано, что по решению работодателя, человек, не высаживаясь на 14-дневный карантин, имеет право выйти на работу с соблюдением следующих мер профилактики, что работать он будет в средствах индивидуальной защиты, а это значит маски, а при некоторых работах еще и перчатки. Он будет соблюдать, и у него есть возможность на рабочем месте соблюдать социальную дистанцию. У него есть возможность использовать там кожные антисептики и любые другие дезинфицирующие средства, уборка этих помещений, проветривание этих помещений, осмотр предсменный, это термометрия и внешний осмотр. И вот, соответственно, если появляются какие-то признаки заболеваний, такой человек не выходит на работу. То есть это на сегодняшний день на законодательном уровне отдано на откуп работодателю. Поэтому говорю и людям, и точно так же отвечаю всем работодателям, что да, вернувшись человек может, если у него не подтвержден контакт. Контакты мы проверяем, мы можем помочь. Сами вам выверить контакты в зависимости от того, в какую организацию вы выезжали, где именно были на лечении. Могу только сказать, что это не относится к лицам, которые находились на стационарном лечении в той или иной клинике или в медицинском центре других городов. К сожалению, на этих лиц не распространяется данное правило. И вернувшись на место после лечения, таких людей высаживают на самоизоляцию 14-дневную. И, как правило, большинству из них мы делаем лабораторный контроль на наличие коронавируса. Хочу сказать еще одну новость, что наши лаборатории, обе это лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии и лаборатории клинической больницы, работают сейчас в полную силу. Работают в том числе и в выходные, и в праздничные дни. И они получили тест системы, который более чувствительен к коронавирусам. И сейчас мы выявляем лиц с меньшей вирусной нагрузкой, так называемой. То есть на более ранних стадиях выделения эмивируса. Для нас это, с одной стороны, помощь в том, чтобы мы выявляли лиц, когда они еще не заразили в своих семьях родных и близких или на работе своих коллег. Но в то же время это для нас и большее количество заболевших. Мы увидим с вами и уже начинаем видеть после получения этих тест-систем, что большее количество людей мы успеваем вот на этом этапе поймать, высадить на карантин и так далее. Поэтому всего вам доброго, хороших вам выходных. Берегите себя и своих близких.